Самая большая ошибка родителей в том, что они думают, что происходит, зачем вы это делаете, кто виноват в этом, кто ему поможет. Это надо вам. Поэтому давайте начнем с того, что... Думаю, нашим родителям будет интересно познакомиться с индивидуальным практическим опытом логопеда Никитина Елены Владимировны, то есть меня. Это обычная работа логопеда, просто когда нас учили в свое время в институте, практической части уделялось большое количество времени. Все занятия, которые и упражнения практические, они направлены именно на постановку звуков у детей с моторной аллолеей. Как он занимался первое время дома? Сколько времени вы тратили на домашнее задание? Первую неделю я мучилась и я, и ребенок, потому что было заметно, что ребенок не привык ни к каким занятиям. То есть ребенка невозможно было усадить за стол, элементарно просто что-то сделать. Задание, домашнее задание, которое, в принципе, занимает минут 15-20. У нас уходило на него два часа, потому что, ну, просто ребенка было не усадить. Он не хотел делать, он не хотел брать карандаш, он не хотел, ну, было не заставить. Хорошо. Сколько времени прошло после занятия? Вот с того момента, как вы начали заниматься? Ну, почти два месяца уже. Так, что сейчас изменилось? Ребенок с удовольствием занимается, ребенку нравится заниматься, домашнее задание выполняется с радостью. Ребенок начал, он понял, что он может, что он хочет, он начал повторять слова, повторять звуки, повторять многие слова. То есть у него появилось желание разговаривать? Да. Когда он говорит, он смотрит вам в лицо? Да. Все время, как вы думаете, почему? Это обыкновенный, он следит за вашими губами. Субтитры делал. Тоже, что онphere говорит? Пока. Пока. Спасибо. Спасибо. Привет, из Риги. Меня зовут Олег. Мне 10 лет. Я закончила такой класс. Я люблю математику, труд, латвичный язык. Сейчас каникулы. Я отдыхаю, гуляю каждый день. Я хожу в бассейн. Я умею плавить на спине. И на животике первого сентября я пойду в третий класс. Олеженька, а что надо сказать у телене? Спасибо. А по-латышски? Паудэс. А по-английски? Сэгью. Самая большая ошибка родителей в том, что они думают, он всё понимает, но не говорит. Значит, у нас всё в порядке. Они не озадачиваются таким вопросом, что развитие речи, оно же комплексное должно быть. То есть задержка речи и то, что ребёнок не говорит, тянет за собой нарушение мелкой моторики, общей моторики. Дети неуклюжие. Они могут прыгать на двух ногах, на одной ноге. Они не могут держать карандаш. У них нет абсолютно самообслуживания. Можно дожить до шести лет и не знать, что такое сходить в туалет. В принципе, обуть, одеть навыки самообслуживания у детей отсутствует напрочь. И это минус родителей. То есть, в принципе, кто виноват в этом? Не врач, не логопед в этом. Виноваты родители, которые пытаются всё делать за ребёнка. Пытаются кормить его ложкой. Пытаются обувать его, одевать, попу вытирать. Зачем вы это делаете? Вы должны понять, что ребёнку жить. Как он будет существовать без вас, если вас не будет рядом? Кто ему поможет? Только он сам. Поэтому давайте начнём с того, что первое, будете думать это. А может ли ребёнок сам есть ложкой? Ходит ли он сам в туалет? Сможет ли он снять одежду, обуть, тапочки? Я уже молчу про то, чтобы зашнуровать шнурки. То есть, в наше время и с липучками на ногах. Это вообще нонсенс. Итак, самообслуживание раз. Общая моторика два. Ребёнка нужно развивать физически. Бассейн, турники. Физкультура элементарная. Вместе с папой, мамой рано утром. Мелкая моторика. Есть ложкой. Это тоже развитие мелкой моторики. То есть, ребёнок должен научиться держать ложку, вилку. Ну, если вы научите ребёнка пользоваться вообще, в принципе, всеми столовыми приборами, то это вообще будет замечательно. Карандаши, ножницы, бумага. Всё, на что вам необходимо обратить внимание. Писенку про розовую сону споем, дети Ленин. Ну, спой. Писенку про розовую сону споем, дети Ленин. Чего дальше? Писенку про розовую сону споем, дети Ленин. Писенку про розовую сону споем. Он говорил практически на одних гласных, используя несколько согласных. На данный момент у Жени фонетика фономатической недоразвития речи. В чём она проявляется? В замене существующих согласных, в искажениях, перестановке слогов. Но у Жени это уже не так явно проявлено. Мы видим результат работы за полгода, с одним занятием в неделю и бесконечной работой мамы дома. Чисто говорку на звук Р. Ра, 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 ра. Рама, рак, кара, ла, ра. Роб, шо, фроб. Рот? Роза, роза. Рот? Щроща. Рося, рот, пярот. Ру, ру, ру. Руки, грузья, кенкурю. Вы должны перестать целовать его в попу, Потому что зачастую дети неговорящие, они становятся очень плаксивы, раздражительные, они истеричные, они могут посреди улицы упасть и плакать. Продолжение следует...